Субтитры создавал DimaTorzok 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 И все герой эксперты можно написать не используя репутаты, а можно написать в УНОСИ, или в УНО, или в УНО. Почему мы это делаем в основании методов теста, я не знаю. Но в основании методов теста, в определенный момент, пришел создать в УНОСИ, где можно написать в УНОСИ, или в СВИНО, и, по большинству, самому предупреждать все в УНОСИ. На данный момент, когда я не использую российский УНОСИ, ну, именно, включается в УНОСИ. И вот, например, в стране, где-то, когда-то, 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 когда-то в УНОСИ, и там будет много часов, продавцы будет. Но, по всем остальным, мы используем именно это для того, чтобы не прогревать надежды. И дальше мы посмотрим на как раз самый простейший представитель, который использован базовой амплитацией. Его называет «Самума» — это советник, который берёт на… Он сначала очень сложно анализирует, потом он посмотрит, где есть его спад. И если он понимает, что спад идет, то дальше он на этой точке уменьшает это сделано. И тем, например, «Самума» — это неизвестно, потому что мы не сможем. Он открывает на программу или на программу помогает нам анализировать, и выставляет из формулы. Следующее представление его… Эти киоскортики и традические общие интуиции, просто киолога, понимаете, что стоит. А следующее представление его используют в интуиции. Он работает абсолютно… Он также не краткий и левоничный, но он выставляет дополнительный аспорт блоск. Да. А что это за красная линия была на прошлом слайде? Да, что он выставляет, что это? Он начинает продавать что-то или что-то? Цены меняют или что-то? Не меняют. Да, да, да. Это определенная схема, в которой присутствовалось стратегии этих герогового, чтобы показать движение. У нас это украинство не на настоящий, он на вере, потому что внизу его исключает, и непонятно, что он произойдет в вере, и внизу вот это, посмотрите, он показывает, что у себя по сравнению, что у себя по сравнению то изменение, то есть положено для съемка, и вот, ну, надо не так, она пошла вниз, а туда вдруг вот только из василья. Ну, это подсказка проще. То есть он анализирует прошлые данные и рисует кривую средних каких-то? Он, 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 он не то, что нет, он просто, он данный. Он его смотрит на данный график и видит, что у него внимание на то, он, там, посвящение, кто, там, где-то здесь. А максимальное стало здесь. И вот именно он и стал. И потом он выскочил, и пошел вниз. Система переносит. Он его так, на такой раз, да, вводит, то он не может стать те же, как они. И это, точнее, не вернует. Ну, так. Ну, это зависит, наверное, от частоты этого интервала. То есть это просто среднее, как бы, усоединение всего этого. Да, да, ну, не вернует. Так. Этот дентуре, он, он, в принципе, ничем не отличается от предыдущей, а так, может он сам, он, сам выставляет. Он, сам, выставляет. Это стопы, он, мозг не выставляет, кто же выходит, это какое-то. А, ты, может, выставить. Техи проценты, Так даже лучше, по-моему. Все эти значения, ты можешь его доставлять, то есть, помощь ему. По сути, это всё тоже самое. Это идёт анализный привой и не больше. Я попробовал на нём, у меня ничего не получилось. И по каташи, все пишут, что анализный привой не приносит никаких положительных результатов. А вот на методе Мартингейла я хотел бы остановиться поподробнее. Это достаточно интересный метод. Интересный в том, что он встречается везде. Он встречается в казино, он встречается на детской площадке, когда эти плечишки начинают выклильтарить монеты. И поэтому любой принцип заключается, что мы выклильтарим эту монетку, я ставлю на ставку 1 цент, и мой соперник позволяет на ставку 1 цент. Кто выиграл, он получает неким гривы. Но если я проиграл, то в следующей ставке уже 2 соревнования. Если мы траим 50 побед, то в этом методе имеется только один способ из 10, где я могу трасть всё. А остальные 9 я могу... Я могу трасть себе мало, и другие побольше. Так, я хотел бы вам показать, как вы видите сам по себе. Для этого мне надо скринуть все. Так, все это мало. У меня вот на данный момент открытый из тел размер 2. Если бы у меня телка шла вытащена, он бы автоматически открыл следующий, то есть телку в два раза больше размера. И так бесконечно. Я уже добавил информацию, чтобы было видно, я себе не вынесил. Уже где-то в полгода. И результаты показывают иногда очень хорошие результаты, и очень хорошие. Но такая вот, без всех торговых роботов, это для меня как-то. Он показал очень хорошие результаты. Сам этот актер подписывается... Мы, как видим, это всё достаточно читабельно. Мы ему выставляем это в значение. И он их, и потом он их анализируя, подает нам определенный результат. Я сегодня специально, у хозяйства из дома в пол седьмого, я открыл абсолютно новый аккаунт. И вот за час он мне торговал на сто семьдесят три УСД. Я не знаю, хорошо или плохо, но он да, вон там ещё у меня висит это в пенусе. Ну, это уже это вот, это уже это вот, это уже это вот есть чешки в основном. Эти данные, эти данные, они абсолютно настоящие. Но, у них это вот имеется одно но, что если, ну это что, ну это что, ну это что это у меня, ну это вот инкаунт, и здесь, и здесь отсутствует определенная садержка. А если вы начнёте, ну если вы начнёте торговать на настоящем, и положите настоящие деньги, то у вас появится садержка в получении этого информации. Тем самым вы можете успеть отреагировать и получить свою прибыль. Я могу на небольшую поправку. Можно. Как человек, в недалёком прошлом бывший техническим директором компании брокера, я скажу, что немножко всё-таки не так. Это не правило, что если переходишь с демо счётом на реальный счёт, то появляется какая-то гарантированная задержка. Это, скажем так, приметно скорее недобросовестного брокера. Если действительно не даётся с точностью измерить, что в реальном счету есть задержка, которая называется «слепич». Да. Допустим, одна из. Вообще говоря, не должно быть такого. И даже наоборот, на демо счету в принципе, у регулированного брокера, за которым наблюдает финансовая инспекция, у которого есть лицензия, на демо счету иногда должна быть устроена регуляция задержка, в отличие от реального счета. То есть, когда брокер начинает химичить с «слипинг-джом» и пускать задержку, это означает, что брокер не вполне честен. да, ну, я с тобой согласен, я попробовал различные брокеры, я попробовал российские, эстонские, я не пробовал английских брокеров или японских. английские брокеры только в большинстве сам только кажется английским. Это означает, что кто-то основал компанию в Америке, но в примерно 80% брокерах истоки они и другие СНГ. Окей. не видитесь, если хотите это попробовать, не видитесь, что брокер английский, как правило, ничего. Да, но вот из того, что я попробовал, это из пяти, не, кстати, раз уж такое возникло, можно спросить сразу, были ли попытки поторговать роботом на реальном счете? Были. Успешно. Да. Ну, как бы тоже такая небольшая ремарха, может быть, это будет последнего ремарха в данный момент, хочу сразу вкинуть такую пищу для размышлений о том, что большинство людей, которые пишут роботов, ну, советников тоже, они почему-то стремятся заработать на роботе, продавая его где-то напорами. То есть, ну, сразу должны понимать, что если человек забрел некий святой грааль, который колбасит в тысячи лет в день, то почему же он, как бы говоря, не включил его, не оставил и не уехал в подпальню и будет отдыхать с портелем? В этом кроется, ну, такая вот вещь, которая всегда стоит очень критической воспринимать. Вот. И тут мы переходим в следующем слайду, да, те же вообще, Один из моих примеров, это было, не, ну, я его включил 14 апреля, он работал до 10 мая, и имея на своем балансе тут изначально этого 100 тысяч, мне за месяц сделал полтора миллиона. Да, это офигенно, это много, но потом, не, не, он не все это спустил, у меня был установлен ему определенное значение, что он может спустить 50 процентов баланса, и он его это спустил. это было из того, что я оставил его включенный на пятницу в вечер, и пошел спокойно домой, субботу и воскресенье и субботу и воскресенье биржа отдыхает, и мы отдыхаем, биржа отдыхает, и в понедельник открываясь, он спускает половину баланса. Это неприятно. Да, это не настоящие деньги, но ты это видишь, ты понимаешь, что если бы ты поставил настоящие, то он бы в трабл с тобой такую непонятную шутку. так, еще я хотел бы рассказать, кто может начать играть, но это уже дополнительный вопрос, что возможно дойдут в зала. Играть это смогут все, кто захочет. Он находит рокера, он регистрируется, скачивает торговый терминал, и сначала он пробует в трешном режиме, потом он возможно найдет какую-то роботу, попробует испытать, и так пойдет, пойдет, и как у меня пошло, я вручную пробовал, у меня не получалось вообще ничего, у меня получалось до определенного момента, но потом все у меня сливалось или в ноль, или в минус. Сам сам он достаточно открытый, и кто хочет, он может начать его изучать, и попытаться написать свое что-то. Все биржи открываются, не все биржи на самом деле биржи. биржи открывается в понедельник в ноль, 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 и тут закрывается в пятницу в двадцать три, пятьдесят, девять, пятьдесят, девять. в субботу и воскресенье она отдыхает, и на празднике, и на Новый год, и на Рождество, она отдыхает тоже. В Эстонии есть свои рокеры, я эту рекламу никому не буду, но они тут есть если вы заходите или на Delphi или еще на что-то, то вы там идите, постоянно одна или та компания писит реклама, где написано заходите, мы дадим вам много денег. Возвращаюсь к презентации и сюда у меня все на самом деле цинтили. Я могу рассказать еще, но если у вас имеются вопросы. Да. Вот допустим, я захочу это все так же начать играть. Во-первых, API вот этого всего дела. К метод трейтеру надо подключаться, да, да. А есть ли альтернативные методы трейдеры, клиенты, или это какой-то протокол единый? он по сути он по сути он по сути протокол, но я могу ошибаться, что я копался и что я спрашивал как коллег. Я могу рассказать, у мета-трейдера свой проприетарный закрытый протокол. В принципе, они его даже шифруют, но он поддается инжинирингу, но делать это категорически не рекомендуется, потому что, если сам будешь химичить, то это, скажем так, будет вопрос брокеру, но их большого греха в этом, в общем-то, нету. Но, в принципе, компания MetaQuads очень сильно обижается на людей, которые трейдерс инжинируют их протокол, который как бы закрытый, как бы защищенный, и делает все, что угодно, чтобы их наказать, ну, любым методом вообще. Насчет интернатив, такие интернативы, в принципе, есть, и MetaTrader, как платформа, последнее время общество раздревалось достаточно слабо, она очень сильно отстала в таких последних трендах, например, у них, ну, практически никакой мобильный клиент, там, не пахнет, 05, Canvas, то есть, все это есть у конкурентов, и, в принципе, конкуренты сейчас активно развиваются, но доля MetaTrader, оно все еще остается очень большим наденем, то есть, ну, подавляющее количество, примерно 80% тех, кто пишет такие советники, или роботы, они пишут так же. Я имею в виду, биржи, они сами открывают свой протокол, вот, подсоединяйтесь в любой? Нет, не так, это чуть-чуть. Биржи, есть финансовый протокол, который называется, ну, либо это Fast, либо тасс, это орбинарный протокол, есть еще такой расширенный, фактически, XMO, который продается по сети, и, в принципе, биржи работают по этому унифицированному протоколу, но это не часть MetaTrader, не часть инфраструктуры MetaQuots, то есть, для сервера MetaTrader нужно написать плагин, чтобы он мог общаться с биржей по унифицированному протоколу, который, помимо этого, еще и не столь унифицирован, то есть, протокол заслабливает типизацию, у каждого свод, и, скажем так, поиметь с ним дело можно только будучи каким-то уже большим дядькой, то есть, который работает напрямую с биржей, и, надо иметь очень много денег, чтобы выйти на... то есть, обычному человеку, который обладает неким таким обычным доходом, решил поиграть, в этот мир, как бы, ну, суматься не дадут еще долго. Окей, а вот тогда вопросы, как этот бюджет, да, интегрируется с методом Trigger? То есть, ты написал эту программу, что ее компилирует? Если она не компилируется, как она умудряется? Фактически, как работают советники, как работает NQL, он работает, в общем-то, на базе этого терминала. То есть, институтик, он просто говорит терминалу, что делать? Это означает, что, ну, ты сам тыкаешь кнопочку, а делать совет. Это вообще… Это цепень движет, или… Ну, это все равно можно? Абсолютно. Да, ну, то есть, здесь, да, достаточно развернутый язык, практически любую фантазию можно реализовать, и, скажем так, роботы, это, в общем-то, ну, такие стандартные торговые роботы, это, в общем-то, такой entry-level для начинающих. Потом, как правило, люди, которые серьезно занимаются этой темой, понимают, что это работает, ну, мягко говоря, нестабильно, заработок не гарантирован, и приходят на следующие уровни, которые называются, например, триангулярный арбитраж, скальпинг, и очень внимательные вещи. Как программа выглядит, можно сказать, как начало, это что там, мейн функция, или там приходят какие-то ивенты этого трейдера, что надо ловить? Сейчас, я покажу вот так. Вот. мы ему даем определенные параметры, он их уже дальше смотрит и работает. сама, нет, сама процедура описана здесь. Упс. А там дебаггеры есть? Когда у себя минус уходит, ты ставим без. Упс. Упс. он ничем не лучше, это вот не хуже. Вот. Да. И очень много петников, они написаны именно на сей или на яве. там там садик просто я тоже не хочу. я тоже не хочу. Ты вот на это подсел. свои деньги и проиграю вообще вот в ноль, то я его закрою и больше никогда не открою. А зачем не надо начинать, чтобы иметь какой-то вообще эффект? Что-что? Какие денег реальных надо начинать, чтобы иметь возможность что-то вырасти? это все это все от прокера одни 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 прокеры позволяют поставить сто. Тысячи? Нет, 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 это сто сто евро? Да. А одни там позволяют там двадцать тысяч. Они берут какой-то процент за каждую операцию? Или они берут вот эту комиссию ну у меня она здесь по нулям но вообще она там показывается ноль, там запятая двадцать пять допустим и вот комиссию вперед это зависит от суммы это зависит от прокера и от многих многих параметров но но это вот изначально прокер это сообщает большая жирная зеленая черта это и есть это ну она уже не такая большая но опять же определенная свечи мы можем их показывать вот так можем показывать вот так но мне нравится их вот такой вид они они этого да что он показывает то что идет или не ну или на он показывает то что это вот идет или плюс или минус если вот так а нет не совсем не совсем что если у него был это вы стены если он стоит на месте или у него это вот главное движение он этот присутствует вот так если у него был этого скачок по ментальной то он это образует свечку такую что вот у него он тут был был и хопа поднялся вверх и отпустился можно да в общем эта штука это называется японские свечи да в принципе вот эта штука тело свечи самой это спрат то есть разница между битом яхском ну байсов ну чтобы не рассказывать о них слишком долго в чем различия закрашенных и пустых есть свежие свечи бучьи то есть одни идут страндом вверх другие страндом вверх и собственно говоря мы видим что не закрашенная здесь буча то есть она идет вверх а закрашенная это что значит страсть она типа мгновенно поднялась и упала и на графике это не показать или что ну нет это не мгновенно это значит что она начала отрисовываться если допустим медвежек это значит что она начала отрисовываться на верхней отметке и потом отрисовываться то есть она в принципе это понятно по-моему по-действию это это каждое свеча это пять минут да и мы видим пять минут то есть она закончилась на снижении и снова снижение вот она заполнил пришла на свечу и пошла вверх а вот скачки в районе они отражали полосочками которые торчат свечи может если она прервалась в этот момент она была там но в итоге она 5 минут завершила на понижение если каждую секунду мы будем адресовать слишком быстрые значения сложно там можно конечно поставить я предлагаю принести дискуссию в перерыв и похлопать крышу